Привет, меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал Алмазная Мозаика в США. Этим видео я перезаливаю на этот канал ролик с моего англоязычного канала Diamond Painting by Net о пяти худших из моего опыта магазинов на Алиэкспресс. Я выложила один десяток работ за последние три года и у меня сложился список, черный список, на продавцов из Алиэкспресса, которых я стараюсь избегать. И в этом видео я хотела бы поговорить о них более подробно, а также, пока говорю, показать те картины, которые я от этих продавцов покупала и выкладывала. Итак, вы готовы? Тогда давайте начнем. Первый это магазин Жуй Стар. Это продавец и производитель, хотя другие магазины, а по типу Y.I. Drill, вот он, он, также продают наборы этого производителя. Хотя этот магазин в описании к бренду наборов умалчивает о том, что это Жуй Стар. Ну, по крайней мере, это было, когда я два года назад покупала у них наборы. Я выложила два набора и в обоих были все те проблемы, с которыми мы можем столкнуться в алмазной мозаике. И пробелы между стразами, и вздыбливающие стразы, и, знаете, воздух в липком слое, и нехватка страз, и чего там только не было. В общем, все, что можно только подумать. Я делала очень детальные обзоры вот и на этот набор и говорила обо всех проблемах, и на предыдущий, который я просто картиночку показала. На тот момент, когда я снимала это видео, я вот Christmas Tree до елку еще не закончила. Посмотрите, если интересно. Следующий магазин называется ZUYA. Тоже его не рекомендую. Я у этого производителя покупала два набора. Вот этот вот с круглыми стразами. Еще один набор с квадратными стразами. И также в обоих было очень много проблем. То же самое и пробелы, и вздыбливающие стразики, и очень плохого качества стразики и так далее. Но самое ужасное это то, что в итоге мне и результат не понравился. Если с предыдущим жуй старым хотя бы результат более или менее нормальный, то здесь, что процесс отвратительный был, что результат и подбор цветов неудачный и очень пиксельный. Посмотрите, вот этот квадратный стразами я выкладывала картину 30 на 40 сантиметров. Для одного объекта большого это очень пиксельно получилось. В общем, абсолютно мне не понравился финальный результат на обоих картинах. И опять очень много проблем было, когда я их выкладывала. А эту розочку мне даже пришлось залить лаком, потому что стразики просто уже вываливаться начали. Третий магазин называется Робус. У них я покупала только иконы. И купила я у них шесть икон. Половина из них, то есть три, были проблематичные. Тут были проблемы какие именно. Вот именно, знаете, проблемы в продавце. Я не знаю, кто производитель вот этих вот наборов, но продавец. Он очень плохо упаковывал и неправильно держал товар, хранил товар. Почему? Потому что половина из этих наборов имел очень плохой липкий слой. Стразики были липкие, такие маслянистые и были они помяты. Следующий называется Хатсейл Аутлет. Почему я его не рекомендую? Потому что я у них сделала два заказа. Вот они, они. Вы видите вот эти красивые яркие картины, розы и пляжи. Но они мне прислали вот такие вот два набора. Абсолютно не такие перепутали. Я не понимаю, как можно два набора перепутать. Окей, я понимаю один, но два набора перепутать. И мне это очень не понравилось, ни извинений, ничего. Поэтому я у них тоже больше не буду заказывать, если они не могут даже выслать правильные наборы. Ну и последний магазин это Хоакан. Я у них ничего не покупала, но в американском комьюнити по алмазной мозаике очень много негативных отзывов об этом магазине. Дело в том, что этот магазин не consistent. Хорошее слово на английском. Как бы непостоянный. То есть это как русская рулетка. Может хорошего паса, а может нет. То есть я не хочу рисковать и тратить свои деньги. И может быть получить плохой набор. На этом все. Спасибо большое за внимание. Пока.